Лютолли. Наказание свадьбой 2. Глава 1. Гранада. Многовековые деревья поднимались высоко к небу. Густая листва, плотно растущая на верхушке деревьев, наглухо перекрывала путь солнечным лучам. Они же несли прохладу по всему лесу. Лишь в отдельных местах солнечным лучам удавалось просачиваться сквозь листву и добираться до земли. В таких местах появлялись светлые пятнышки. Эти пятнышки все время метались в разные стороны, словно играя или предлагая сыграть в некую забавную игру. Весь лес дышал безмятежностью и спокойствием, нарушаемым лишь многоголосием пернатых, что водились здесь в огромном количестве. Среди птиц особенно выделялись фазан. Они целыми стаями сидели на ветках деревьев и о чем-то смешно переговаривались друг с другом. Одинокий фазан, видимо оставшись недовольным разговором с сородичами, перелетел на самую нижнюю ветку большого дерева. Усевшись на ветке, он с надутым видом огляделся вокруг себя, а потом с нарочитой медлительностью сунул голову в грудь. Фазан находился в таком состоянии всего лишь одно мгновение. Голова сразу вынырнула обратно. Он насторожился. Ухо фазана уловило своеобразный свист. Он взмахнул крыльями и вспорхнул с ветки. В то место, где только что сидел фазан, вонзилась стрела. Вслед за выстрелом тишину леса нарушило ржание лошади. В двадцати шагах от дерева, куда вонзилась стрела, горцевал всадник. Вернее, это была всадница, одетая в мужской костюм для верховой езды. Она и сидела в седле так, как обычно сидит мужчина, а не женщина. В руках всадница держала арбалет. За спиной торчал колчан со стрелами, к поясу пристегнуты ножни. Из ножен снаружи виднелась рукоятка шпаги. Голова была украшена широкополой шляпой с тремя перьями. Из-под шляпы струились длинные черные волосы. Они не спадали на спину и плечи всадницы. На вид всаднице можно было дать не больше двадцати лет. Отличительной чертой девушки была смуглая кожа, свойственная многим испанкам. Она обладала очень выразительными серыми глазами, которые еще более подчеркивали длинные ресницы и тонкой шеи, которая, в свою очередь, подчеркивала правильный овал и мягкие черты лица. Слегка припухлые губы, красиво очерченный рот и гордо выставленный подбородок придавали всаднице особую прелесть. Она была, вне всякого сомнения, весьма хороша собой и неплохо сложена. Стройные очертания тела угадывались даже под мужской одеждой. Упустив добычу, всадница проводила полет фазана гневным взглядом и сопроводила отрывистой фразой, которую она пробормотала едва ли не под нос и с заметным разочарованием. «Чертова курица!» Садница достала из колчана еще одну стрелу и вложила ее в арбалет. Некоторое время после этого арбалет лежал у нее в руках без движения. Она высматривала очередную цель. Заметив, что немного выше того места, где торчала стрела, уселся жирный фазан, она без промедления вскинула арбалет и прицелилась. В этот момент фазан вспорхнул с ветки. Но на сей раз она была на чеку и не собиралась упускать свою добычу. Снова раздался свист. Пущенная ею стрела пронзила фазана на лету. Падение птицы сопровождал восторженный крик. Всадница пришпорила коня и поскакала к дереву, рядом с которым упал убитый фазан. Достигнув места падения, она соскочила с седла и, нагнувшись, подняла фазана с земли. Затем она выдернула стрелу из тела, а саму тушку ловко приторочила к седлу. Там уже висели тушки двух убитых ранее птиц. Подвесив тушку, а за ней и арбалет, она отступила на шаг и залюбовалась видом фазанов. Те ровненько свисали от одного края седла к другому. Налюбовавшись наглядным результатом удачной охоты, она снова вскочила в седло. — Отличный будет ужин! — радостно скричала она, опуская коня рысью по узкой тропе, вьющейся между деревьев. Несколькими минутами позже она покинула лес и выехала на опушку. Впереди заблестели воды даром. Всадница пустила коня галопом по направлению к реке. По мере приближения всадницы к реке открывался великолепный вид на город Гранаду. Город был расположен на трех холмах. Повсюду возвышались купола соборов и церквей. Дворцы и величественные особняки открывали взгляду безукоризненный орнамент и причудливую смесь архитектуры с воображением. Тысячи домов были расположены на склонах холмов. Они, словно карабкаясь, поднимались на сам холм и сливались с общим видом города. Немного в стороне от города стоял на горе тот самый замок Альгамбра, о котором давно шли легенды. Замок был окружен высокими крепостными стенами, на которых возвышались величественные башни. Практически с любой возвышенности можно было ясно разглядеть очертания дворцов и даже смутные силуэты людей, снующих по стенам и внутри открытых дворцовых двориков. Отсюда был виден великолепный водоем, перед которым возвышалась одна из башен дворца. Чуть выше дворцов на крутом склоне горы были разбиты непередаваемые красоты сады с фонтанами и бассейнами, цветами и деревьями. Сады были разбиты на все четыре стороны. Они соединялись в центре, образуя своими формами крест. Фонтаном в городе находилось великое множество. Их построили еще в правлениях халифов Гранады. Известно, что восточные правители отдавали фонтанам такое же предпочтение, какое немного ранее начали отдавать аркам римляне. Рай на земле – так называли гранадопутешественники, побывавшие в этих красивейших местах. Однако всадница не обращала внимания на эту красоту. Она выросла в этом городе и отлично знала все, что находилось в пределах ее видимости и даже за ним. Она тысячи раз видела эти места. По этой причине она безо всяких задержек добралась до берега риги. Здесь она остановилась и дала коню напиться. Затем въехала на мост, переброшенный через дорогу. Вскоре она уже подъехала к подножью холма, где начинался один из самых знаменитых и богатых районов города, носивший название Аль-Байсин. Узкие улочки Аль-Байсина были полностью вымещены камнями. Они постоянно петляли меж красивых домов и маленьких площадей. Серпантин все время поднимался в гору или же, можно сказать, и наоборот – спускался вниз. В зависимости от того, кто куда ехал. Всадница поднималась в гору, и оттого ей пришлось пустить коня шагом. Впрочем, причина такой медлительности заключалась не столько в дороге, сколько в желании показать себя и свою добычу. Она всегда поступала таким образом, возвращаясь с охоты, и почти всегда натыкалась на любопытные лица прохожих и тех немногих горожан, которые в эту минуту стояли на балконах домов или же выглядывали в открытые окна. Всадница всегда держалась в середине улицы. Изредка ей приходилось уступать дорогу карете. В таких случаях она прижималась почти вплотную к нескончаемой череде нависающих над улицей домов, затем вновь возвращалась в центр. По мере продвижения вперед дома выглядели все красивее и богаче. Всадница тропливо преодолела очередной подъем и выехала на маленькую площадь. Прямо и слева от площади возвышались два огромных особняка. Справа над площадью нависала невысокая скала, а в скале были отчетливо заметны несколько десятков пещер. Пещеры находились на разной высоте. К ним вели ступеньки, выбитые в камни. Ступеньки начинались от самой площади, и змейка поднимались наверх. В самом низу, у основания скалы, был сооружен красивый фонтан. В центре фонтана стояла скульптура обнаженного мужчины, споднятая вверх рукой и открытым ртом. Вода не спадала изо рта скульптуры, наполняя круглый бассейн и разнося прохладу по всей площади. Когда всадница достигла этого фонтана, ей пришлось остановиться. Причиной такой остановки стало любопытство. Она увидела возле фонтана около двух десятков людей. Все они были богато разодеты и сидели в верховно-породистых лошадях. Кроме всего прочего, рядом находились несколько мулов, навьюченных мешками. Иными словами говоря, зрелище, представшее перед глазами всадницу весьма напоминало собой караван, только очень богатый. На ее глазах почти все всадники спешились и подошли к фонтану. Часть из них стали жадно пить воду, другие же, прикрывая ладонью глаза, от слепивших лучей солнца дожидались своей очереди. Она не могла понять, как эти люди могли оказаться здесь. Вероятно, ошиблись вот первая мысль, которая пришла ей в голову. Она продолжала наблюдать за этими людьми с возрастающим любопытством и легким недоумением. Это продолжалось вплоть до тех пор, пока один из них, молодой человек, с нежными чертами лица и длинными усами, которые, по всей видимости, служили способом придания строгости или серьезности всему облику, не обратился к ней с вопросом. — Синьор! — произнес он с безукоризненной вежливостью, отличающий в нем высокородного дворянина и, несомненно, располагающий к нему всякого, кто слышал его слова. — Не могли бы вы подсказать, где находится дворец почтенного герцога Мендосы? Всадница неизвестно, по какой причине насторожилась, услышав этот вопрос. Она тронула коня, направляясь в сторону фонтана. По мере того, как она приближалась, на лице молодого человека появилась растерянность. Он покраснел чувство и неловкость вследствие своей ошибки. Всадницу он встретил глубоким поклоном и словами извинения. — Простите, сеньора! — раскаяно пробормотал молодой человек. — Я совершил ошибку, принимая вас за мужчину. — Вы не первый, сеньор! — благосклонно улыбаясь, ответила всадница. Многие заблуждались на мой счет. Так что забудьте об этом маленьком недоразумении и поведайте лучше, какая причина привела вас в это место.